я всем привет с вами виктория сегодня готовим бисквит красный бар приготовление нам понадобятся самые простые продукты полное их количество я вам оставлю в описании под видео заранее нужно достать кефир яйца и сливочное масло для приготовления бисквита я буду использовать и соду и разрыхлитель соду погашу уксусом уксус нужен не только для того чтобы погасить соду так как соду мы можем сразу погасить в кефире уксус нужен также для усиления цвета бисквита уксус у меня 6 процентный если у вас нет уксуса то его можно заменить соком лимона и добавим в кефир и перемешаем посмотрите кефир хорошо запенился реакция произошла кстати вместо кефира можно использовать натуральный йогурт пахту или сыворотку далее смешаем все рассыпчатые ингредиенты 250 грамм муки 2 столовые ложки темного какао можно брать какао немного меньше и просеиваю полторы чайные ложки разрыхлителя и все перемешаем замешаем тесто 100 грамм сливочного масла взобьем миксером в масло добавляем щепотку соли 200 грамм сахара и продолжаем взбивать постепенно в сливочное масло начинаем добавлять растительное масло и продолжаем взбивать и теперь по одному будем вмешивать яйца и так поочередно вмешиваем 3 яйца и теперь сюда добавляем краситель и еще раз перемешиваем общей сложности мне понадобилось две вот таких ампулы это 12 грамм это примерно 2 чайные ложки но все зависит от ваших предпочтений в любом случае ориентируйтесь на цвет вашего теста теперь постепенно добавляем рассыпчатые ингредиенты делаем это в несколько раз и кефир и все хорошо тщательно перемешивая миксером до однородности вот такое примерно по консистенции должно у вас получится тесто тесто я буду взвешивать чтобы разделить на равное количество коржей у меня получилось ровно 1 килограмм 140 грамм то есть из данного количества у меня получится 3 коржа весом по 380 грамм подготавливаем формочку размер моей формы 21 сантиметра диаметром духовку я уже поставила разогреваться на 170 градусов подойдет любая разъемная форма диаметром 20-22 сантиметра если же вы делаете не в разъемной форме то обязательно застелите форму пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом запекать коржи я буду поочередной если у вас есть хотя бы две или три одинаковые формочки то вы можете это делать одновременно и переливаем тесто в форму немного разравниваем по поверхности и отправляем запекаться в ранее разогретой до 170 градусов духовке на 25-30 минут бисквит у меня запекался ровно 20 минут ориентируйтесь на размер вашей формочки если формочка у вас большего размера значит бисквит будет запекаться быстрее готовность проверяем деревянной шпажкой даем бисквиту остыть буквально минут десять и затем чтобы он у нас не плел формочки его нужно достать убрать пергаментную бумагу и оставить остывать до конца на решетке и опять подготавливаю формочку переливаю тесто и отправляю запекаться последующий корж все три бисквита готовы я их завернула в пищевую пленку и убрала отлежаться в холодильник на всю ночь это нужно для того чтобы влага распределилась равномерно по всему бисквиту и также затем с ними будет легче работать убираем пищевую пленку обратите внимание на текстуру я их не пересушила бисквиты получились ровные эластичные если вам интересно как с этими бисквитами я приготовила торт то ссылочку я вам оставлю в описании под видео заходите смотрите подписывайтесь не забудьте поставить лайк если видео оказалось для вас полезным пишите мне ваши комментарии желаю вам всего самого доброго и до новых встреч с вами была виктория я